1538 год, во-первых, битва у Привезы. Как я уже говорил, когда турки продвинулись до Вены, тогда уже ими конкретно стали заниматься постоянно итальянцы, испанцы и папа римский, потому что они непосредственную угрозу представляют. Ну вот 1938 год, первая такая их попытка испанцев совместно с итальянцами ударить по туркам, но она провалилась. Дело в том, что известный Харидин Барбаросса, про которого у тюрков сейчас сериал есть, он в эти годы захватывал последние острова в Эгейском море, которые еще удерживали греки и итальянцы. Там материковая Греция давно под Турцией была, а на островах они более-менее держались, потому что море и тяжело захватить. Но вот Барбаросса решал эту проблему, а для императора и для папы римского это наоборот была проблема. Ну вот они собрали коалицию, император, Венеция, Генуя и Папская область. И отправили флот довольно большой под командованием Андрея Дориа. Примерно было 140 галер, 50 парусных кораблей, а у Харидина примерно в два раза меньше было состав кораблей. Однако Харидин Барбаросса 28 сентября 1938 года внезапно напал. Адмирал Андрея Дориа довольно быстро приказал драпать на Корфу, где еще удержались итальянцы. И в общем полностью их разгромил Барбаросса. Потеряли они около 1000 человек в бою, полностью две галеры потеряли и большое количество повредили. И после этого еще долго ругались, что там виноват венецианцы или там ветер не в ту сторону подул и так далее. Короче, это все провалилось. Это считается победой Харидина Барбаросса. В 1938 году победили Диего де Альмагро. Это еще один эпизод ранней истории Южной Америки, которым надо сказать. Диего де Альмагро был ближайший соподвижник Франциско Писаро. Уже с 1524 года он воюет в Перу, в Аквадоре, в теперешнем, короче, в Южной Америке за завоевание инков. Он потерял на этом глаз. Когда они, наконец, в 1931 году захватили Атуальпу и получили деньги, огромная часть денег досталась не только Писаро, но и вот этому Диего де Альмагро. После этого король Испании поделил все территории Южной Америки на два губернаторства. Новая Кастилия – это первая, и вот ее возглавил Франциско Писаро. А Новая Толеда – это отдали вот этому Альмагро, и это была Чили современная. Там были непонятно какие территории, то ли есть там золото, то ли нет. Ну, то есть фактически ему дали вообще непонятно что. Альмагро, собрав войска, 3 июля 1535 года пошел завоевывать Чили. Чили он завоевать не смог. Во-первых, там золото не обнаружил, что демотивировало его всю команду, о чем мы тут делаем. Во-вторых, он там обнаружил кучу злобных индейцев, которые их побили. Ну, вообще, вот Чили и Аргентину очень долго испанцы завоевывали с большими проблемами, в отличие от инков и от ацтеков, которых они завоевали быстро. Ну, возможно, потому что сравнительно были территории такие, малонаселенные, не нашли они там себе союзников. Обычно же и ацтеков, и инков испанцы с опорой на местных захватывали, то есть находили там каких-то недовольных или какие-то гражданские войны устраивали. А тут им ничего не получилось. Ну, короче, этого Альмагро там разбили. Он вернулся в Перу, два года провоевав в Чили, бессмысленно. А в Перу как раз шло восстание Манко-Инко и Панке, о котором я говорил. Альмагро, в принципе, был другом этого Манко-Инко. Ему сказали, что этого Манко-Инко обидели и какого-то хрена. И, в общем, он еще был недоволен тем, что его отправили куда-то в Чили, там ничего не захватил. И, в общем, так вот все его кинули. Поэтому он восстал. Учитывая, что еще основные силы испанцев воевали с инками, получается, против восстания инков. Получилась третья сила, о чем я уже говорил, когда я говорил про восстание инков. 8 апреля 1537 года Альмагро захватил Куско, разбил войска Писара, взял в плен братьев Писара, Эрнандо и Гонсало, и, значит, стал реальным губернатором первым. Отправили испанцы из Панамы очередную армию, чтобы это все отбить. Но Альмагро их тоже разбил. Получилось, что вот как раз Альмагро сделал независимым первый борец за независимость Южной Америки. Вот они с инками, получается, поделили, и инки независимые были, и испанцы. Отделился он полностью от Испании. Ну, потому что официально же Испания считала, что Писара должен быть губернатором. Ну, Писара, как обычно, хитрость применила к своим. Они там долго переговоры вели. Договорили, что освободили одного брата. Как только брата одного освободили, Писара ударил, собрав все силы. Альмагро, к тому же, заболел, видимо, опять с сиферисом, который они там все поголовно болели в этих колониях. 26 апреля 1538 года возле города Куска произошло сражение, в результате которого Альмагро разбили. Все это независимость первая была полностью подавлена. Все обратно вернулось в Испанию. Альмагро поймали и казнили. Ну, вот первый перуанский сепаратист. Поднялись снова казахи. Я Казахстану все-таки уделяю побольше чуть внимания. Все-таки южный сосед Сибири. 1538 год. Был сначала Касым хан, о котором я рассказывал. После его смерти государство развалилось. Опять начали разные кланы казахов воевать, как это часто бывает в Казахстане. Вот Хак Назар хан, он сын Касым хана. Считается, что он возродил снова государство. И сделал довольно сильным. 1538 год. Пришел к власти. Потом он нанес ряд поражений туркменам. Которые начали атаковать в это время казахов. И особенно ногайцам. Особенно сильные были ногайцы. Поэтому с ногайцами особенно он воевал. Кроме того, шла борьба с Сибирью. Сибирское ханство. Кучум. Кучум в целом находился в союзе с Иваном Грозным. Позднее. О чем я позднее все это расскажу. Всю эту историю с Ермаком и Кучумом. И в частности, союз сибирского ханства с Кучумом вызван тем, что они боялись, что их казахи заводят. И проблемы основные именно в обороне Сибири были связаны не столько с Ермаком, у которого небольшая тоже банда была. Сколько с тем, что реально шляла война с казахами. И больше они бояли казахов, чем русских. Поэтому Сибирь русские довольно легко захватили. И вот это как раз объясняется тем, что при Хак-Назаре очень сильно усилились казахи. Непонятные границы. По ряду легенд, допустим, башкир. Башкиры тоже входили в Казахстан в этот момент. Утверждали также, что Сибирь завоевывали сами казахи. Но вряд ли Сибирь, скорее всего, была независима. Астраханское царство какое-то время подчинялось казахам в это время. Хива-Ташхива-Ташкент, вот эти все узбекские районы, тоже какое-то время подчинялись. Ну вот там в степи все так вот недолговечно захватили Ташкент, потом ушли, и все, узбеки снова там восстановились. Примерно так было. Ну, в общем, это важно для русской политики было. Потому что уже туда Московия начинает проникать. Об этом я буду говорить. О ее захватах Сибири. И важным моментом при этом было то, что казахи были сильные на юге, всем угрожали. И Москве это с одной стороны мешало, а с другой стороны она это использовала.